МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня днем, кстати, было около 30. Высокая температура продержится до 2 июня. Медики предупреждают, что жара может пагубно сказаться на здоровье людей, страдающих астмой. Также с осторожностью к своему здоровью следует относиться горожанам с болезнями сердечно-сосудистой системы. В преддверии Всемирного дня без табака в Нижнекамске начались мероприятия, призывающие всех горожан вести здоровый образ жизни. Сегодня у техникума нефтехимии и нефтепереработки прошел антитабачный эпикет. Для студентов СУЗов и ВУЗов в городе организовали конкурсы. Лучший антитабачный плакат, лучший позитивный слоган, а также там провели спортивные состязания. Мы продолжаем совместный благотворительный проект помощи тяжелобольным детям. Сегодня история Фиделя Галиянова. Ему полтора месяца и у него косолапость обеих ножек. На лечение нужно 120 тысяч рублей. Большую часть времени Фидель проводит на руках у мамы или папы, поэтому проблемы с ножками пока не доставляют ему боли или неудобства. Помочь семье собрать деньги можно, отправив смс со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Лучшие получили награды в МГИ состоялось традиционное чествование спортсменов ВУЗа. Ежегодно на протяжении последних 10 лет в конце учебного года в институте подводят итоги спортивного сезона. Кубками и медалями наградили отличившиеся в различных соревнованиях. Как прошла церемония в этом году, мы расскажем в итоговом выпуске новостей. 18 часов 30 минут в эфир выйдет итоговый выпуск новостей и вот одна из его главных тем. Пятерых он сбил, трое серьезно пострадали. Я рассчитываю на справедливый суд. Виновник ДТП на Тихой аллее предстал перед судом. Об этом и не только ровно в половину седьмого. Напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 077-41-1313. Также сообщения можно присылать через сайт ntrtv.ru. Оставайтесь на нашем канале. Встретимся меньше чем через полтора часа.